Приветствую постоянных подписчиков и зрителей моего канала, а также случайно зашедших гостей. Подписывайтесь, оставайтесь. На этом канале я стараюсь демонстрировать редкую в наше время здравую точку зрения. К сожалению, мы действительно живем в мире, где не только любой сумасшедший имеет возможность добраться до интернета микрофона и камеры, но и выгодно порой изображать из себя идиота, потому что в YouTube чем фриковее автор, тем больше возможностей у него собрать аудиторию и заработать много денег. Поэтому, как бы говорить, здравые вещи сейчас становится невыгодно, но тем не менее я уверен, что у меня есть небольшая, но постоянная аудитория. Этой аудитории, я надеюсь, мне удалось доказать, что в большинстве случаев я стараюсь не опираться на мнение других, а формирую свое собственное. И надеюсь, что мое мнение помогает также и другим людям сориентироваться в ситуации. Я, конечно, не настаиваю на свое мнение, я всего лишь предлагаю вам для раздумий свою точку зрения, а дальше сравнивайте, ищите информацию и делайте свои выводы. О коронавирусе я не высказывался долгое время, потому что мне хотелось посмотреть, как будет развиваться ситуация. Ну а сейчас уже количество моих подписчиков, кто просит меня высказаться по этому поводу, возросло, как и количество зараженных. Поэтому я думаю, что пришло время и мне рассказать, что я думаю по этому поводу. Абсолютно не обращая внимания на тех, кто кричит, что это пандемия века, или наоборот говорит, что коронавирус – это все фейк, не существует никакой болезни. Одним словом, вооружимся той информацией, которая у нас есть на сегодняшний момент. И я расскажу, что я в целом думаю, почему это происходит, что нас ждет в будущем, и стоит ли нам опасаться конкретно этого, а также других вирусов. Я не оговорился, я действительно считаю, что нынешняя эпидемия коронавируса – это своего рода прелюдия. Прелюдия к тому, что нас ждет в ближайшие годы. Вот давайте поговорим об этом. И еще разговор будет очень длинным, может быть час, может быть больше. Многие просят меня, чтобы я делал длинные ролики. Поэтому для того, чтобы не осложнять себе ситуацию, я лишь небольшим количеством картинок буду разноображивать, так сказать, видеоряд. Лучше всего, если вы просто запишите этот ролик и прослушаете его, не знаю, в свободное от работы время, что я думаю, очень многие делают с материалом, который у меня здесь выходит. Начну я вот с чего, о чем редко кто задумывается, что сейчас в мире ничего фактически не происходит спонтанно само по себе. Существует такая профессия, о которой говорится крайне мало и редко. Я при этом давно задумываюсь о этих вещах. Профессия эта называется политтехнолог или политический консультант. Конкретно в России эта профессия появилась лишь в начале 90-х. На Западе же этой профессии уже несколько сотен лет. И считается, что политические технологи, они существовали еще во времена Никола Макеавелли. Если вы помните автора, написавшего свою знаменитую книгу. Государь, где он изложил основные принципы, как можно управлять толпой, как нужно это делать грамотно. И на какие точки нужно давить, для того, чтобы люди, грубо говоря, начали думать так, как тебе хочется. Это не сказки, это не всемирные заговоры, еще раз. Это конкретная профессия, которую сейчас обучают в институтах и в университетах. Чем занимаются политические технологи? Давайте обратимся к Википедии и просто прочитаем. Итак, политический технолог – это профессия, готовящая специалиста в области практического применения так называемых политических технологий. Вот здесь возникает вопрос, а что же это за технологии? Ну, технологии, как вы понимаете, это инструменты, рычаги, это какие-то конкретные механизмы, которые можно применять для достижения определенных целей. Например, политтехнолог, находясь в тени, как правило, эти люди не афишируют свою деятельность. Ну, вот, например, есть один политтехнолог, который открыто о себе заявляет, это Глеб Павловский. При этом он всегда говорит, что он политтехнолог на пенсии, конечно же. Есть известный политтехнолог, например, Сурков, ну и прочие, которые следят за определенными проектами и воплощают планы своего правительства в жизнь. Политтехнолог фактически является руководителем, он связывается с политконсультантами, занимается консалтингом, маркетингом, разрабатывает креативные инструменты и является, по сути, главным режиссером и архитектором политических процессов. Иногда их просто называют походя политическими пиарщиками, но на самом деле их деятельность, она гораздо глубже и шире. Я думаю, что каждый человек подозревает, что когда проходят, например, выборы, и то, что организовывается, плакаты, передачи, мнения каких-то людей, это не спонтанно, а все это происходит по определенному плану. То есть есть люди, которые отвечают за то, где и что в какой момент должно появиться. Они связываются, естественно, с лидерами партий, они организовывают рекламные кампании, они связаны с юристами, у них есть юридические консультанты, чтобы все оставалось в рамках закона и так далее. Вот подключая все эти сферы, они могут реализовать, успешно реализовать тот или иной проект. И, конечно же, сейчас есть очень важный инструмент, это ютуб и конкретные блогеры, которые готовы выполнять заказы. Бесспорно, одним из самых ярких в этом смысле является Алексей Навальный, который, как мы понимаем, не есть никакой оппозиционер. То есть он не борется за власть, но при этом в определенной ситуации отключается и уводит ту активно настроенную часть селения в нужную политическим технологам сторону. Еще можно назвать, например, Шария Анатолия Шария, ну, соответственно, его жену и так далее. То есть есть куча блогеров, по тематике которых можно четко понять, что они обслуживают определенные круги. Вот, чтобы быть не совсем голословным, давайте вспомним буквально недавнее дело сети, оно еще на памяти. Приведу пример, как это действует. Кстати, я хотел делать об этом отдельный ролик и рассказать, чего же добились политтехнологи в этой конкретной ситуации. Но придется сейчас коротко лишь напомнить. Власть делает заказ своим политическим технологам, чтобы состоялся показательный процесс. Что это значит? Нужно показать всему населению, что если вы объединяетесь в группы, задумываетесь о смене власти, печатаете какие-то листовки, плакаты, переписываетесь в телеграме и так далее, то вас настигнет страшная кара. И сроки, естественно, в таких процессах всегда намеренно завышены для того, чтобы нагнать страх. Дело сети было сфабриковано, собрали, как я уже говорил, 11 парней. Многие из них, абсолютно даже не знакомы друг с другом, представили их как отдельную террористическую группу. Но когда были объявлены сроки, людей это возмутило, потому что, ну хорошо, ну 3-5 лет, но не 16-18 лет. Это уже перегиб. И даже во всех мировых СМИ тут же отметили, что это слишком, это просто перебор. Тем более, что они ничего не взорвали, никого не убили и вообще непонятно, в чем их обвиняют. Пытками и прочим были выбиты признания и показания на своих товарищей, о чем они посмели заявить на суде. И вот вам готовое сфабрикованное дело. Когда же реакция начала нарастать и люди стали призывать возмущаться, выходить, поддерживать этих ребят из дела Сиди, что мы наблюдаем? Включается вот этот самый политтехнологический механизм. Тут же рассылается заказ. Ну, например, в данном случае это, конечно же, эхо Москвы. Этот ресурс обслуживает Кремль уже, по-моему, ну, всем очевидно. Эхо Москвы и Дождь – это два как бы антиправительственно настроенных ресурса, СМИ, средства массовой информации. На самом же деле они всегда в нужный момент обслуживают интересы власти. Ну, Венедиктов, сам глава, редактор Эхо Москвы, он, собственно говоря, не скрывает, что он вхож в определенные узкие круги, якобы для того, чтобы там получать информацию. Но мы понимаем, что случайных людей там нет. И в деле Сиди все стало предельно понятно. Об этом очень четко рассказал Гарри Каспаров, и я дам ссылку снизу. Послушайте его. Он четко объясняет, как сбивали накал протеста в деле Сиди. Но также понятно, что группа Навального перестала как бы участвовать в этом деле, и поэтому, в общем-то, ее репрессии по-настоящему не затронули. То есть это очень показательно, что инициаторы протеста, они почему-то остались как бы в стороне. Ну, понятно, что периодически там их трясут, там как бы кого-то выдергивают, но в отличие от молодых людей самого разного там социального статуса, которые получают реальные сроки, группа Навального, она как бы продолжает свою работу по борьбе с очагами российской коррупции, явно используя информацию, получаемую от политических конкурентов, тех, на кого они наезжают. Но это опять же другая история. Но протест начал принимать самостоятельное значение. И здесь, я думаю, что вот опять, пока мы видим алгоритм действий власти. Жестко давить в зародыше неконтролируемые источники оппозиции. И очевидно, что вот такие организации, типа вот сети, вот эти молодые ребята организованы, неважно, антифашисты они, националисты они, они имеют значения. Главное, что это неконтролируемая активность. Все политические проекты должны контролироваться. Там Зюганов сидит на одном проекте, Жириновский на другом проекте, Явлинский на третьем проекте. Понятно также, что, в общем-то, там действия Навального тоже вполне регулируемы. А вот здесь происходит какая-то активность, которая явно может выйти за пределы как бы уже вот разрешенного. И здесь Кремль демонстрирует исключительную жестокость. Считая, что вот эти точечные удары, они отвадят молодых людей от какого-либо организационного участия в действиях, которые могут привести к спонтанному возмущению. Потому что, я думаю, в КГБ, в Кремле вот вся эта правящая клика прекрасно понимает, насколько зыбка их власть в России. То есть массовые выступления могут оказаться серьезным ударом для системы, потому что для борьбы как бы по всему периметру ресурсов может не хватить. Поэтому бьют очень жестко вот именно на взлете. То есть вот как бы пока не набрали высоты. И значимость этого дела показывает, с какой скоростью были вброшены версии дискредитирующие этих людей. То есть всегда вбрасывать какая-то фоновая история, позволяющая как бы сбить напряжение, сбить протест у образованной части общества. У тех, кто в общем в состоянии там как бы прочитать и сделать выводы, сложить 2 плюс 2. Поэтому немедленно используется уже вот я говорю, агентура первого уровня, которая начинает мутить воду и максимально гасить протест. Потому что, ну вы знаете, то ли они убили, то ли там наркотиками торговали, то ли еще что-то делали. А какое это отношение к тому, что их пытали и посадили за то, что они не совершали. Вот удивительно, что даже у многих достойнейших людей, которых не в чем заподозрить, вдруг они начинают поддаваться на вот этот вброс. И именно вот для этого и существует вот эта, я говорю, агентура первого уровня, чтобы смущать умы. Потому что всегда человек начинает реагировать, как-то он ищет какое-то объяснение. Это рефлексия, которая характерна для думающих людей. Естественно, человек думающий, он рефлексирует. А вот может быть так, а может быть так. И для того, чтобы эти рефлексы как бы вот постоянно как бы провоцировались, вот и существуют такие вбросы. А для того, чтобы вбросы были как бы кредитоспособными, для этого нужна журналистика в кавычках, но не пропагандисты вот там первого канала-НТВ и так далее. А именно те, кто в общем-то имеет определенную оппозиционную либеральную репутацию. И ее как бы, эта репутация инвестируется в тот капитал, который позволяет как бы вот действительно гасить потенциальный протест. Вот как бы критический момент, как бы все затухло. Сейчас волна поднимается снова, но понятно, что она уже будет слабее. То есть все равно как бы вот определенный эффект по тому, чтобы погасить эту потенциальную протестную волну, когда даже вполне себе системные люди выражают, ну, не то что недоумение, а протест, ученые подписывают. То есть люди незамеченные вообще какой-то политической активности, считающие, что что-то чудовищное случилось. Эта волна оказалась бита. Определенные люди связываются с таким, как Венедиктов, и сообщают следующее. Значит так, мы подбрасываем информацию в СМИ, распространяем идею, что ребята плохие. Обмазывайте их какашками, как хотите, плетите все, что вам угодно. Ваша задача – нарисовать ужасный портрет этих людей. Чтобы те, кто хотят выйти на улицу, у них закралось сомнение, а стоит ли этих аморальных типов защищать? Ведь люди редко задают себе вопрос в этот момент, что они борются за себя. Основная цель – это добиться того, чтобы по политике людей не сажали на такие колоссальные сроки. Эхо Москвы. Все гости один за одним в различных передачах начинают высказывать мнение, что, ну, не совсем ребята чисты. Давайте будем говорить откровенно. Да, что-то попахивает от них какой-то странной деятельностью. И кто же ярче всего озвучивает эту позицию? Например, Юлия Латынина – известная и замеченная давно продажная журналистка, которая всегда, обратите внимание, всегда в нужный момент занимает позицию удобную власти. При этом, помимо этого, между, так сказать, проектами, она позволяет себе критиковать, о чем-то высказываться и вводит своих слушателей в заблуждение, как бы давая им понять, что она объективная журналистка. Но! Я заметил это за Латыниной уже очень давно, и не я один. В нужный момент Латынина выдаст ту информацию, которая очень выгодна Кремлю. Для этого она существует. Для этого раскручивается ее блог. Например, посмотрите. Начиная с нуля, она тут же имеет там около 300 тысяч подписчиков. Ровно так же, как Анатолий Шарей, или совершенно его безмозглая, простите, жена улица. И та имеет больше миллиона подписчиков. Это все не случайно. Это все люди, которым помогают выйти на большую аудиторию. Люди, кому специально создают определенную ауру популярности. Человек, зайдя на такой канал, думает, что этот блогер на самом деле заслуживает внимания многих. И колоссальные просмотры, снимаются просмотры с определенных каналов, и накручиваются просмотры на эти каналы. Технологии эти существуют давно. А и самое главное, то есть одна из важных вещей, был, чем приперк в стенке, Полтовец признался автору «Медузы», Солопову, что да, Артема и Катю вызвали навстречу под Рязань и убили. И, конечно, сказать, что этот материал «Медузы» для защитников сети явился шоком, значит, ничего не сказать, потому что часть фигурантов дела оказались вовсе не бледные юноши с горящим взором, а примерно тем, чем часто бывают маргиналы реваки, так себе людишки, которые оправдывали собственное наркоделерство мировой революции. В общем, даже нечаевых и тех из них не вышло, потому что если они оставили за собой два трупа, если, то не из идейных организационных соображений, а вот из-за банальной уголовной паники. И смотрим дальше. Кто же еще выступил на стороне власти? «Медуза» выявила себя как продажный ресурс, это сразу стало заметно многим. Евгений Понасенков, о чем я сказал точно так же, выступил и заявил то, что выгодно власти, но каждый делает свое дело. Латынина давит на то, что они преступники и криминальные. Понасенков давит на то, что, дескать, левацкие мерзавцы. Венедиктов говорит о том, что это наркоманы. Кто-то раздувает тему, что там ВИЧ-инфицированный и так далее. И в конечном счете накал сбит. Люди дезинформированные. Они считают, что не стоит бороться за этих парней, потому что у каждого, извините, нечистое досье. Никто не будет разбираться, правда ли это. Нужно в определенный момент успеть сбить накал. И вот эти инструменты в руках политтехнологов вовремя включаются и хорошо выполняют свою задачу. Я думаю, что разобраться в этом достаточно сложно. Но если вы внимательно наблюдаете за ситуацией, вы начнете вычислять этих людей. Как, например, я в свое время отказался от просмотра передач Евгении Альбац. Мне казалось, это очень серьезная журналистка, но вдруг я заметил, что на фоне как бы критики власти она при этом говорит, что прекрасно, с удовольствием, с радостью проехала по новому мосту в Крым. И все это было завуалировано так, что она просто автолюбительница, любит, понимаешь ли, качественные дороги. И когда я услышал, что якобы демократически настроена журналистка позволяет себе подобные вбросы, я понял, что на эхе фактически ни один человек не работает самостоятельно. Все они обслуживают повестку дня так или иначе. Те, кто имеют свою постоянную колонку и свою постоянную передачу, можете быть уверены, эти люди в нужный момент будут говорить то, что нужно Кремлю. Венедиктов, грубо говоря, не держит случайных людей. Для многих людей это очевидные вещи. Я знаю журналистов, кто давно говорит об этом, но голос их не слышен. Итак, политические технологии обладают полным перечнем знаний ситуации, необходимой для определения и реализации нужных стратегий и тактик формирования необходимого общественного мнения, имиджа конкретного человека или политических условий победы того, кого им нужно, оценка работы тех или иных персонажей. И все это всегда в практической плоскости. То есть политтехнологи – это не просто консультанты, анализирующие ситуацию, но это люди, которые включают нужные механизмы, организовывают людей, организовывают средства массовой информации и направляют мнение людей в нужную им сторону. Политические технологии в России, господа, работают очень хорошо. Происходят слеты или конференции политтехнологов, где политтехнологи всего мира съезжаются и корректируют свои действия относительно общей повестки дня, но всегда действуют в интересах своего государства. Вот это, пожалуй, самый главный месседж, который бы я хотел сейчас донести. Эти ассоциации, они не закрыты, вы можете найти информацию о них в интернете, если начнете целенаправленно искать. Есть, например, Международная ассоциация политических консультантов, Европейская ассоциация политических консультантов, Американская ассоциация, Российская, Бразильская, Азиатская, Тихоокеанская ассоциация, Канадская, Германская, Итальянская, Ассоциация профессиональных политических технологов Украины и так далее. То есть вы понимаете, что фактически везде находятся определенные люди, кто руководит процессами внутри страны в интересах той или иной властной структуры. Вот такое длинное вступление. Вы поймете, что я не зря вот так подробно описал эти механизмы. И прежде чем я начну говорить о коронавирусе, я вынужден еще раз поправить тех, кто сейчас уже торопится писать комментарии о масонских, жидомасонских заговорах, всемирных и прочих заговорах. Нет, господа, это не заговоры. Просто в один момент люди поняли, что нельзя ситуацию пускать на самотек. Кто его знает, в какую сторону начнет развиваться то или иное событие. Лучше начать это событие контролировать с самого начала. Если раньше не было специально подготовленных институтов, специалистов, то сейчас еще раз есть специально подготовленные для этого люди. Они получают свои деньги, они занимаются отслеживанием ситуации, статистикой, обрабатывают данные. То есть все это очень серьезно. Ну а теперь, что касается коронавируса, если вы до этого места дослушали, думаю, что дальше будет еще интереснее. Когда-то много лет назад, больше 20, тогда я еще был молодым и мало в чем разбирался, мне посчастливилось общаться с одним очень умным, скажу больше даже мудрым человеком. И я запомнил тот разговор. Сейчас то, о чем мы говорили, я вижу, как оно воплощается в жизнь. Разговор был о СПИДе, о том, насколько это серьезно, поборет ли человечество эту болезнь и так далее. И в тот момент человек мне сказал, 21 век – это будет век вирусов. Поэтому бессмысленно рассуждать сейчас о СПИДе или о какой-нибудь другой заразе. Их, этих вирусов любой формы, будет становиться только больше и больше. Это будет касаться не только техники, то есть мы будем бороться с вирусами в интернете, и каждый персонально будет защищать себя, свой компьютер, и фирмы будут платить очень большие деньги для защиты своей информации. Но и в физическом, в медицинском смысле, начнут появляться вирусы один за одним. Почему, спросил я его тогда, потому что сказал он, ну вот смотри, 19 век – это рассвет науки. Появляются первые серьезные химические и физические лаборатории, попытка систематизировать знания. Первые там серьезные учебники выходят, открываются отделения в университетах, биологии начинают уделять внимание. Но понятно, что человечеству нужно было какое-то время для накопления знаний. И следующий шаг – это рывок в технологиях. То есть накопленные знания, они воплощаются в реальных вещах. И мы видим, открытия в области химии и биологии, они поражают. С одной стороны, создаются новые фантастические материалы, какие-то биороботы, очистители крови, большой прорыв в области генетики и ДНК, все это понятно. Но параллельно с этим, как это было во все времена, создается оружие. Оружие – это, во-первых, средство защиты лично себя, ну и потом это сейчас предмет торговли. То есть всегда можно, если ты сам не воюешь, продавать танки, огнеметы, не знаю, бронежилеты, всем тем, кто выясняет отношения подобным образом. То есть менее развитые страны, кто еще готов жертвовать своими гражданами для выяснения территориальных вопросов или торговых, или еще каких-то. И, естественно, появятся различные формы химического оружия. Это неизбежно. То есть 100-150 лет накапливают сознание, а дальше создаются конкретные вещи. И мы видим, что уже в Первую мировую войну начинают использовать химическое оружие. на большом количестве людей и смотрят, что и как. Сколько умрет? Сколько выживет? Насколько оно эффективно? И не думайте, что раз применив это оружие, химики в лабораториях забыли и отложили этот вопрос. Конечно же, происходит развитие этих технологий, углубление. Например, я скажу, что моя дочь обучается в университете, и в их лабораториях, ее конкретно университета, пытаются создать антихимическое оружие. То есть они создадут технологии, которые смогут продавать всем странам, ну, например, в данном случае Сирии. Если там применялось химическое оружие, то, грубо говоря, они сделают своего рода огнетушители, где будут находиться химические смеси, готовые в любой момент подавить, скажем, распространение газа Зарина, да, как это было в Сирии. И если им удастся создать эти технологии, они смогут продать за большие деньги воюющим странам. То есть, понимаете, всегда есть те, кто создают химическое оружие, и те, кто будет создавать антихимическое оружие. Одним словом, это все вопрос развития этой науки и продажи, торговли, обслуживания определенных интересов. И, само собой, в области биологии происходит ровно то же самое. Вирусы сейчас создаются активнейшим образом. И уж поверьте, во всем мире куча интересантов, кто готовы заказывать хорошо действующие вирусы. Уже, понимаете, неинтересно, как это было раньше, кстати, во времена Оспы или Чумы, если вы видели когда-нибудь фильмы или читали книги, как, скажем, одно королевство пыталось воздействовать на соседних своих противников. Они просто брали зараженных животных, расчленяли их на части, затем ночью проезжали специальные люди и забрасывали эти части в колодцы. В результате, в течение нескольких недель, населенный пункт полностью поражен ТИФом или Чумой. В самом начале распространения коронавируса я читал информацию, что очень большое подозрение есть, что это искусственно созданный вирус. Затем об этом перестали говорить и, как всегда, я ждал, кого же на этот раз выберут в качестве, так сказать, зюндыбок. По-немецки, это по-русски козла отпущения. Будет ли это мышка, будут ли это муравьи, может быть, пчелки. Ну вот, оказалась на этот раз летучая мышь. Понимаете, когда происходит эпидемия очередного гриппа среди животных, тут же находятся, так сказать, виноватые во всем животные. Я больше, чем уверен, что коронавирус на самом деле где-то сделан. Ну, поймите сами, если бы вирус был животного происхождения, то определенно он бы был уже очень давно, ведь летучие мыши не прилетели к нам внезапно с другой планеты. Это значит, что уже бы были и встречались подобные случаи. И тем не менее, вот именно в начале года, вот прям как по заказу, знаете, вот буквально с 1 января мы начинаем слышать, что в китайской провинции Юхань вспыхнул непонятный коронавирус от внезапно появившихся летучих мышей. Я больше, чем уверен, что и дата выбрана не случайно. Это очень практично начинать вести статистику с начала года, чтобы четко было понятно, так сколько же людей заразилось в течение месяца двух-трех вот с самого начала 2020 года. Итак, на сегодняшний момент в мире зарегистрировано, ну вот, та информация, которую я нахожу на момент 10 марта, 101 тысяча случаев, зараженных коронавирусом. Умерли в данный момент 3,5 тысячи человек. Возвращаясь к тому, о чем я говорил в самом начале, давайте посмотрим, да, что сейчас вам достаточно забить в интернете слова карта распространения или статистические данные, и вы увидите сотни, тысячи графиков, где внимательнейшим образом отслеживается что, где и как. Ну вот, например, сейчас вы видите карту, которая меняется каждый день, и, соответственно, если кто-то готовит эти карты, вы должны понимать, что кто-то заинтересован в очень внимательном отслеживании информации. То есть, это ровно то, о чем я говорил в начале. Политические технологии или люди, обслуживающие эту тему, сейчас работают не покладая рук. Начнем с самого начала. Вирус был запущен в густонаселенных странах. Кстати, вот этот человек, о котором я упомянул, он так и говорил. Если когда-нибудь будут использовать вирусы, то, само собой, они будут запускать их в странах с большим процентом населения. То есть, Индия, Пакистан и Китай. Нужно посмотреть, как быстро вирус из слабо развитых стран достигнет континента и какими путями вирус будет перемещаться. Вот сейчас мы уже четко видим, что больше всего на европейском континенте пострадала Италия. Почему это понятно? Есть такой город Венеция, и он ежедневно принимает тысячи туристов, в основном сейчас из азиатских стран. То есть, там каждый день приходят эти лайнеры крупные, круизы, собирающие и перевозящие в основном китайцев, японцев, малазийцев и так далее. Поэтому неудивительно, что вирус пришел в Европу именно со стороны Италии. И там число не только зараженных, но и погибших уже, в общем-то, впечатляет. Давайте посмотрим, что там происходит сегодня. Правительство Италии ограничивает свободу передвижения и собрания по всей стране. Премьер-министр Джузеппе Конти призвал итальянцев в понедельник вечером прекратить путешествовать. Также объявили о запрете митингов. Школы университеты по всей Италии закрыты до 3 апреля. Правительство объявило, что приостановят все спортивные соревнования, в том числе в высшую итальянскую футбольную лигу. Ну и по словам Конте, нет никаких причин проводить эту лигу, ибо стадионы все равно полупустые. Итальянское правительство изолировало большую часть Северной Италии, более 15 миллионов жителей Ломбардии и региона Венето, это как раз Венеции, им запрещено покидать территорию своих федеральных земель. На данный момент в Италии зарегистрировано 9200 случаев заражения, является самой пострадавшей страной в Европе, и по данным гражданской защиты, число погибших в Италии, увеличилось на 97 человек, в общей сложности почти 500 человек на данный момент уже умерли от коронавируса. Вот то, что мы читаем, и нам кажется, ну, это такая новостная лента, на самом деле, еще раз, политические технологи в своих странах внимательнейшим образом отслеживают, кто заражается, какие группы населения подвержены больше, с какой стороны вирус заходит на европейский континент, как распределяется дальше, с какой скоростью вирус, например, достигнет Канады, Ближнего Востока, Соединенных Штатах, Австралии и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы определить, ну, скажем так, безопасные зоны, или те зоны, которые вообще, вот в случае с коронавирусом, там не будет ни одного зарегистрированного случая. Но мы понимаем, что это, скорее всего, какие-то острова, куда не долетят зараженные, либо долетят очень-очень с большим опозданием, или это какие-то дальние страны, например, как Канада, сейчас там всего лишь 8 человек, выявленных зараженных коронавирусом. Помимо прочего, распределение вот такого легкого, скажу я вам, вируса как я сказал в начале, коронавирус это прелюдия к другому вирусу, который будет следовать за ним. Он покажет, как готовы страны, каждая отдельная страна, как быстро они будут реагировать, где достаточное количество медикаментов, нужных больниц, которые можно тут же организовать, в каких сферах, в каких фирмах, в каких местах вирус будет распространяться очень быстро. Эти данные будут внимательнейшим образом собираться, статистические данные будут обрабатываться и будет выведен, ну скажем так, общий диагноз по планете. Где, как распространится этот вирус, какое количество людей, главное, в какие сроки будет заражено. Ну вот, прочитаем сводку из Германии. Институт Роберта Коха объявил, что число зараженных людей в Германии увеличилось за один день с 1112 до 1139. В понедельник утром было зарегистрировано 1112, в воскресенье больных было 902, а во вторник уже 1139. Два человека умерли от болезни. Вот еще раз, мы воспринимаем это как сводку новостей, на самом деле это четкие статистические данные, которые в данном случае фиксирует институт Роберта Коха. Теперь следующее сообщение очень важное. В Испании, в Мадриде небольшое количество зараженных, но при этом пропускается следующая информация. 11 случаев коронавируса зарегистрированы в доме престарелых в Мадриде. В четверг в одном из дома престарелых было выявлено 11 случаев коронавируса и зараженная медсестра. По сообщениям СМИ, около 70 пожилых людей старше 80 лет находятся сейчас дома под контролем, то есть домашнем карантине. Один из пациентов, находящийся в больнице, умер, остальные были изолированы в самом здании. Как коронавирус попал в дом престарелых непонятно. Медицинская сестра тоже в изоляции, но явно, что не она была распространителем заболевания в Испании. В целом в четверг было зарегистрировано меньше 200 случаев. По всей стране меньше 200. И вот в одном месте 11 четко выявленных и 70 подозреваемых, что они заразились. Вообще весьма интересный вирус, скажу я вам. Мало того, что он очень сильно похож на грипп, на такую форму гриппа, но и он, как естественно подобные заболевания, почему-то больше всего уничтожает пожилое население. Знаете, пожилого населения в Европе сейчас по тем же статистическим данным слишком много. Ну, дальше я эту тему распространять не буду. Давайте вот еще о чем подумаем. Как вы, наверное, все в курсе, буквально недавно, Владимир Путин вступил в открытую схватку с Эрдоганом. Все надеялись, что это перерастет в большую войну, ну, по крайней мере, с интересом наблюдали, что же там будет. Особенно интересно наблюдать за войной, когда она не на твоей территории, не в твоей стране, а где-то там, на полигоне в Сирии, пусть, как говорится, разбираются. В результате этого столкновения произошла еще одна интересная вещь. Эрдоган открывает, так сказать, условно свои границы и выпускает, по некоторым данным, 75 тысяч беженцев, которые, естественно, двинули в сторону Европы в надежде, что их, как и остальных, примут. Ну, и вот, сейчас вы видите на границе с Грецией противостояние, теперь уже никто не готов принимать эти 75 тысяч в Германии, в Австрии, в Бельгии, беспрерывно говорят о том, что, ну, что же делать, люди стоят, мы не можем их теперь затолкать назад, по всей видимости, нам придется опять их принять. Кстати, постоянно с многими комментаторами на своем блоге я спорил в теме о беженцах, когда они кричат о том, что обезумевшая Меркель, чокнутая совершенно, принимает беженцев, о чем она думает, вас захватит враждебная цивилизация и так далее. У всех этих людей я спрашиваю всегда одно и то же, а что вы предлагаете? Ну, что вы предлагаете? Стрелять в этих людей? Вы что, хотите видеть такую массовую бойню? Вы можете себе представить, в 21 веке Бундесвер выведет своих солдат, технику и начнет прямым образом расстреливать всех этих на границе. Или это сделает Греция, может быть, это сделает Италия? Что вы предлагаете? Ведь есть международное законодательство, то есть международами принятые законы, где говорится, что у каждого человека есть право на жизнь. Если уж мы приняли такие законы, мы не можем теперь отказать в этом праве афганцам, сирийцам или другим людям, даже если нам эти люди не нравятся, они нам мешают, они чужие, но у них тоже есть право на жизнь. Понятно, что никто беженцев расстреливать не будет. Их будут пытаться каким-то образом сдерживать, но все прекрасно понимают, что сдерживать бесконечно они их не могут. И рано или поздно они этих людей снова запустят на территорию Европы, ибо куда их девать? Так вот, когда ты думаешь об этой ситуации и смотришь на карту бесконечно растущих лагерей беженцев в Турции, в Иордании, в Ливане и в прочих мусульманских странах, кстати, я должен сказать тем, кто до конца не понимает, не европейцы приняли самую большую часть беженцев, а именно эти страны кормят, обеспечивают медицинский контроль, следят за ситуацией. Исламские страны или мусульманские страны делают все возможное для того, чтобы помочь этим миллионам людей, спасающихся из военных регионов. Но они не в состоянии справиться со всем этим. Да, они как могут пытаются контролировать ситуацию, но она заходит слишком далеко. И вот когда ты смотришь на большое скопление людей в этих лагерях, этих людей, как мы понимаем, они никому не нужны. И вот когда ситуация в мире вот так экстремально накалилась в вопросах беженцев по всему миру, ты начинаешь понимать, что коронавирус и все остальные вирусы, они как нельзя вовремя возникают. И понятное дело, что в Китае, несмотря на всю его огромную численность населения, да, будут создавать какие-то госпитали, какие-то больницы, будут пытаться делать кому-то вакцины, но кто будет этим заниматься в лагерях беженцев. Если вы не занимаетесь этим вопросом, вы, наверное, думаете, что их немного, их миллионы, миллионы, живущие в очень плохих условиях, где с гигиеной очень плохо. И когда вам говорят, чтобы как-то себя оградить от коронавируса, вам нужно по пять раз мыть руки, вы понимаете, что в лагерях беженцев это невозможно, где там вообще люди рады, что получили хоть какую-то фляжку с водой. Сейчас вирус зашел на территорию Европы. В цивилизованных странах этих людей изолируют, им помогут и постепенно один за одним будут вылечиваться. Да, какой-то процент умрет. Да, умрут пожилые в домах престарелых или люди, обладающие еще и дополнительными болезнями. А что будет, когда вирус дойдет до лагерей беженцев во всех этих странах? там вы понимаете, что информация будет настолько ужасающей, что я больше, чем уверен, в полной мере нам ее не предоставят. Наблюдая за всей ситуацией, я понимаю, что коронавирус мега выгоден. С какой стороны не посмотри. Ну, вот сейчас, конкретно в Германии, полки выглядят ровно так. Четыре дня тому назад мы попытались поехать и закупиться, столкнулись впервые вот с такими полками в Германии. Люди закупаются на 14 дней, потому что в местных газетах было напечатано объявление, если число зараженных вирусом возрастет, скорее всего, власти прикажут оставаться дома и не выходить на улицы вообще. Для этого закупитесь, пожалуйста, на две и более недель. Люди буквально восприняли эту информацию, пошли и скупили все возможное. Шампуни, моющие средства, консервы разлетелись, как горячие пирожки, и вообще все исчезло. Путылки воды невозможно было найти в магазине. Мука, яйца, продукты, которые вообще никогда не исчезают, исчезли, как будто бы их там никогда и не было. Ровно такая же ситуация наблюдается во всех странах. Разве не выгодно то, что люди стали открывать свои кошельки и покупать бессмысленные вещи, но в целом торговля, конечно же, выигрывает. В самом начале, когда появилась информация, что вирус идет со стороны Китая, я прочитал, что китайские власти возмущены тем, как американские средства массовой информации нагнетают обстановку и это бьет по экономической ситуации в Китае. Ну вот, например, подобная информация. Продажи смартфонов из Китая сократились вдвое. В январе и феврале было продано на 42% меньше. Согласно сообщению на сайте Китайской Академии информационных и коммуникационных технологий. Это, конечно, не все, что перестали покупать из Китая. Мы читаем сообщения, что Алиэкспресс бьет тревогу, люди перестали заказывать товары из Китая, опасаясь того, что вместе с посылкой придет вирус. Вообще, Китай пострадал очень серьезно. И с этой стороны в рамках ведения экономической войны Соединенных Штатов с Китаем коронавирус, но просто подарок для Соединенных Штатов. Это, конечно, не все интересанты, которые выигрывают от этой ситуации. Не только выгодно продавать большое количество товаров или не покупать товары из определенной страны, но и выгодно объявить о возникновении вакцины, антивирусной вакцины, которая, конечно же, можете не сомневаться, будет стоить очень дорого. Но напуганные до ужаса люди будут скупать эту вакцину для всех членов своей семьи. Ну, вы понимаете, что это буквально золотая жила. Вдруг каждый на земле захочет сделать себе вакцину, бог ее знает, за 100, может быть, 200 евро можете ставить ставки, угадывая, как дорого будет стоить эта антивакцина. Подводя общий итог, я хочу сказать следующее. Не нужно верить тем, кто рассказывает, что вируса не существует, что это информационный фейк. Конечно же, вирус существует. Есть реальные свидетели, есть лежащие в домашнем карантине и в больничном карантине люди. В большинстве цивилизованных стран говорится, что очень большой процент выздоровевших и в то же время, мы понимаем, что в местах, таких как, например, скопления бедных, малоимущих беженцев, туда еще вирус не дошел, но дойдет. Там процент зараженных и погибших будет очень высоким. Вирус с экономической точки зрения выгоден всем. В тому же вирус на планете, где уже насчитывается 7 с лишним миллиардов населения, ну, скажем так, проведит вот эти ряды в нужных необходимых местах. Я больше чем уверен, когда вирус распространится по всей планете и будет зафиксировано, скажем, в какой момент он достиг Австралии, Соединенных Штатов, Канады и так далее, вдруг неожиданно эпидемия вируса закончится. То есть закончится сбор информации и будет представлена миру вакцина, которая, опять же, как я уже говорил, конечно же, будет продана за большие деньги. Но, господа, коронавирус это прелюдия. За коронавирусом последуют другие, более мощные вирусы, которые закрепят нынешний, так сказать, достигнутый успех в кавычках. Успех в том смысле, что благодаря всем этим технологиям, достигшим сейчас, ну, так сказать, пика своего развития, вдруг у правительства разных стран появились механизмы. Они могут теперь в нужном месте убрать энное количество людей. И, вроде бы, все как-то естественно можно объяснить. вы понимаете, стрелять в беженцев на границах это как-то совсем уж бесчеловечно. А если эти же самые беженцы умрут в тысячи случаев в своих лагерях беженцев, ну, тут, как говорится, судьба такая, понимаете, пандемия-то она же по всей земле. Вы же посмотрите, всех коснулось. Столько итальянцев умерло, столько немцев, столько французов. Мы же все страдаем. Ну, и эти пострадали. Что ж теперь, такая вот у нас сейчас жизнь. Мы достигли того состояния на земле, когда, господа, ресурсы, ресурсов критически не хватает. Очень скоро, в течение следующих 30 или 50 лет, если ничего не изменится на планете, число жителей увеличится до 18 и даже 20 миллиардов людей. При том, что по всей земле наблюдается нехватка питьевой воды, всеобщая засуха, снижение урожаев на 30-40 процентов в результате изменения климата. Вы что же думаете, эту информацию никто не отрабатывает, никто не анализирует, что будет дальше, что очень скоро будет просто нехватка продовольствия, и те, кто понимает, к чему это приведет, кто имеет всю статистическую раскладку перед собой, они просто сидят и ждут, а что же будет со всеми нами, нет. Уже сейчас они заказывают химическое, биологическое и прочие, так сказать, незаметные технологии, которые помогут регулировать эту ситуацию. И в самом конце буквально парочка выводов. Во-первых, не нужно верить тем, кто говорит, что это фейк. Это не фейк, это самая настоящая болезнь, которая сейчас шагает по планете. Нужно охраняться от коронавируса, конечно, то есть нужно воздерживаться от путешествий или вообще стараться не попадать в места большого скопления людей. В этом случае живущие в деревнях, в поселках, в селах, такие как я более защищены, чем жители больших городов. Будет ли эпидемия в России и во всех остальных подобных странах? Конечно, будет. Россия, скорее всего, не будет озвучивать число своих зараженных, как всегда Россия это делает, и они скрывают настоящий процент эпидемии. Будет ли изобретена и представлена миру вакцина? Я в этом не сомневаюсь. Более того, я уверен, что она есть с самого начала, потому что как только создаются искусственные вирусы, одновременно с ними, поверьте, как я рассказывал в самом начале про химическое оружие, тут же создается антивирусный препарат. Находимся ли мы в безопасности на планете, где технологии развились до такого уровня? Нет. И можно быть 100% уверенным, что вирусы будут появляться один за одним. У нас шанс выжить вообще во всей этой гонке за ресурсами очень маленький. Какой-то процент населения выживет. Но большая часть населения на этой планете в ближайшие 30-50 лет умрет. Нечеловечно это? Да, наверное, нечеловечно. Но если рассматривать с позиции того, что нам катастрофически не хватает ресурсов на этой планете и в ближайшие годы ситуация только ухудшится, то тут, как говорится, одно из двух либо начнут умирать от голода и следующих за ними болезней, либо в результате каких-то спланированных и контролируемых эпидемий. Ну вот такая ситуация, господа. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Субтитры создавал DimaTorzok